Привет энтузиасты космоса и поклонники Лего! Сегодня я вам покажу одну из лучших технических моделей из серии Лего Спейс 2024 года, которая имеет уникальную конструкцию привода орбитальных движений планет и прекрасную возможность моторизации. Здесь вы узнаете о фазах Луны и о том, как орбита Земли влияет на времена года. Посмотрите, как это космическое чудо света выглядит по сравнению с другими моделями. И хотя этот набор не является транспортным средством, он просто потрясающий. Знакомьтесь, 42-179, планета Земля и Луна на орбите. На коробке изображены фотографии небесных тел, напоминающие аппарат планет и механизм орбитального вращения. Фотография деталей Земли, натуральную величину, со следами когтей моей кошки и принадлежность набора к серии Космос. В набор входит 526 деталей. 4 экологических чистых бумажных пакета с номерами, 1 полиэтиленовый пакет без маркировки и несколько деталей без упаковки. Маленький лист с наклейками. Инструкция по сборке. На последних страницах мы увидим варианты наборов LEGO Technic серии Space 2024 года. Обзоры этих наборов смотрите на моем канале в плейлистах. Дубликат фотографий задней части коробки и список всех деталей. Первый этап начинается со знакомства с колесами. Их можно использовать для сборки моделей мотоциклов, велосипедов и роботизированных футуристических транспортных средств. Обод колеса пластиковый, но снаружи есть мягкое прорезиненное покрытие. В этом наборе 4 колеса выполняют роль опоры всего механизма. Эта серая деталь проставка между колесом и черной балкой. Она обеспечивает зазор между ободом колеса и опорной конструкцией. В набор входят 4 изогнутых детали, похожие на зубчатую рейку. Я предполагал, что они замкнутся в кольцо и по ним будет катиться фантастический механизм с маленькими шестеренками, выполняя какую-то очень важную функцию. Но как оказалось на деле, эти интересные балки всего лишь силовой каркас одного большого механизма. Нельзя! Нельзя! Но если вы смотрели мультфильм «Ледниковый период», то можете сравнить мою кошку с белкой из этого мультфильма. Теперь вы действительно можете увидеть, насколько забавны и увлекательны конструкции серии «Лего Техник». Пока кошка продолжает искать орех в другом месте, мы с вами продолжаем строить каркас чудесного механизма. Так выглядит изогнутая зубчатая рейка. Она имеет хороший потенциал для конструирования самоделок. В данном наборе зубчатые рейки выполняют роль силового каркаса, который фиксирует балки опор в рабочем положении. В конце видео вы узнаете, почему способы крепления этих опор разные. А здесь я покажу интересный способ крепления черной рамки к основанию. Рамка устанавливается на синие пины. При этом соединение укрепляется дополнительными серыми кронштейнами. Так вот выглядит крепление рамки к основанию. Благодаря этому узлу крепления рамка держится надежно. И это понятно, ведь в этом каркасе из рамок будет располагаться очень важный механизм, состоящий из многочисленных шестеренок. Результат первого этапа сборки. Обращаю ваше внимание на то, что три колеса закреплены одним способом, а одно, вот это, закреплено иным способом. Также непонятно, зачем здесь применены вот эти шарообразные красные пины. На втором этапе сборки эта деталь напомнила мне о детстве. В то время игрушки под названием «Волчки» мы делали из металлических шестеренок часового механизма. По традиции 2024 года и в этом наборе применяется систем деталей для декоративной отделки. А эта деталь называется поворотный стол. В данном случае он имеет большой размер, но бывает и маленький. Нужно быть готовым к тому, что в этом наборе будет совершенно нереальная мешамина шестеренок разного диаметра и конфигурации. В автомобилях понятно, что есть руль, двигатель и трансмиссия. От набора к набору сборка идет по одному и тому же алгоритму. А здесь совершенно непонятно, что идет после чего и зачем это нужно. Каждая последующая комбинация деталей в этом наборе – новое открытие. Здесь я снял рамку, чтобы вы могли увидеть, как работает первая часть механизма. Если присмотреться, то здесь все понятно. В первом варианте вращение передается через маленькую черную и группу серых шестеренок на поворотный стол. Во втором случае вращение передается через большую шестерню на вал, который направлен вертикально вверх. С этого ракурса хорошо видно, как вращение передается на вал и поворотный стол одновременно. Использую декоративные панели, сделанные из систем деталей, чтобы скрыть секретную часть механизма от посторонних глаз. Для большей прочности я установил красно-оранжевое кольцо, на которое будут наклеиваться наклейки. Это результат второго этапа сборки. И вал, и поворотный стол вращаются против часовой стрелки. На третьем этапе мы соберем наше солнце из двух больших деталей. Их цвет совпадает с кабиной самосвала LEGO 42-147. А это малый поворотный стол. Довольно забанчиво иметь и большой, и маленький в одном наборе. Шестерни и поворотный стол установлены на раме и не закреплены надежно. В другом блоке различные шестерни установлены на двух осях, две из которых зацепляются друг с другом. Два маленьких блока объединяю в единый работающий механизм. Здесь так много разных шестеренок, что я подумал, что в будущем этот комплект можно будет использовать для создания красивого механического будильника. В этом блоке у нас есть две оси, которые действуют как валы, передающие вращательное движение. Обратите внимание, что один из валов имеет возможность двигаться вдоль своей продольной оси. Происходит постепенное объединение предыдущих узлов с последующими. Но посмотрите, для чего нужен был этот подвижный вал. Этот трюк был необходим для соединения двух черных рамок с синими пинами и одновременной передачи вращения от шестеренок к валу. Чтобы никто не догадался, закроем секретное соединение угловой балкой. А мои внимательные зрители могут найти этот эпизод по тайм-кодам, которые есть в описании. Тайм-коды будут на всех моих видео длиннее 8 минут. Но я постараюсь сделать так, чтобы они были на всех моих роликах. Потому что это очень удобно для зрителя. Сборка на третьем этапе подходит к концу. При соединении этих двух блоков нет никаких сложных моментов. Черная рамка с белыми систем деталями это не просто декоративный элемент. Она передает вращательное движение от поворотного стола на механизм, который находится сверху. При помощи этой рамки происходит вращение земли вокруг солнца. А солнце состоит из двух половинок, соединенных с четырьмя пинами без трения желтого цвета. Очень странно, что дизайнер LEGO не соединил их с черными пинами. Я почти уверен, что если бы были синие нужного размера, то он бы их втиснул. Результат третьего этапа сборки. Это второй маленький поворотный стол в данном наборе. А то, что в этом наборе есть еще и второй большой поворотный стол, просто за гранью моего воображения. И это еще не все. Посмотрите, как они соединяются. Один поверх другого. Это же фантастика. Я бы сам точно не додумался до такого сочетания этих деталей. Поэтому рекомендую собирать сложные и интересные наборы LEGO, предварительно посмотрев мое видео. В моих обзорах вы всегда увидите крупным планом то, что не показывают другие. Этот набор радует меня наличием большого количества шестеренок. Некоторые из них я в будущем смогу использовать для моторизации моего марсохода 42-180. Но марсоход подождет. Потому что сегодня, собирая эту модель, я чувствую себя архитектором вселенной. И мне плевать на примитивные колесные машины. Сегодня я принял настоящий вызов для любителей сложных механизмов. Сегодня я раскрываю тайны LEGO Technic 42-179. Вот смотрите, детали вращаются в разные стороны. А мы только что построили самую интересную часть этого механизма. Интересно, насколько плавно будет вращаться наша модель в итоге. А эта неприметная деталь всего лишь маленькая частичка в большом устройстве. Но и она играет свою важную роль. Наша прекрасная Земля состоит из двух половинок. Они соединяются при помощи двух пинов. Изображение материков – это не наклейки, а принтованная графика. Устанавливаю Землю на ось, и наш прибор готов. По нему мы можем отслеживать фазы Луны и следить за сменой дня и ночи. Но чтобы запустить Землю на орбиту вокруг Солнца, нужно выполнить ряд очень важных требований согласно инструкции. И надо быть очень внимательным и терпеливым. Если что-то не так, главное не паниковать. LEGO – это игра экспериментов. Всегда можно отходить назад и все исправить. На первый взгляд, очень простое действие соединить два вала может оказаться самым сложным. Надо сделать так, чтобы сечение валов с обеих сторон было одинаково расположено. Но я обожаю, когда все сходится как пазл. Один крошечный шаг, и картинка оживает. Результат четвертого этапа сборки – прибор под названием Телурий готов выполнять свои задачи. Запасные детали со всех этапов сборки. По внешнему виду данный набор звезд с неба не хватает. Выглядит, как обычный инвентарь со школьной лаборатории. Ничего особенного. Кстати, это устройство еще называют Телурий – прибор для демонстрации годового движения Земли вокруг Солнца и суточного вращения Земли вокруг своей оси. Поэтому ему и не нужна красота. Самое главное – увлекательный процесс сборки и функциональность. Наше устройство Лего 42179 управляет пятью различными движениями. Вращением Солнца вокруг своей оси. Вращением Земли по своей орбите вокруг Солнца. Вращением Земли вокруг своей оси. Управление наклоном Земли. Вращением Луны по своей орбите вокруг Земли. Эти простые функции дают возможность наглядно представить, как меняются времена года и от чего зависит продолжительность светового дня. Например, мы устанавливаем указатель на точку зимнего солнцестояния, которая приходится на 21 декабря. В этот момент мы видим, что наклон оси вращения Земли в сторону от Солнца принимает наибольшее значение. А это значит, что на Земле в северном полушарии самый короткий день. А поскольку северное полушарие находится на максимальном расстоянии от Солнца, значит в этот момент наступает зима. Точно так же мы можем проверить, как расположена Земля относительно Солнца в день летнего солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствия. Устройство также очень хорошо демонстрирует основные фазы Луны. Вы узнаете, что Луна совершает только один оборот вокруг своей оси за время, необходимое для совершения одного оборота по орбите вокруг Земли. Кроме того, вы увидите, что Луна всегда обращена к Земле одной стороной. И возможно, когда-нибудь послушайте альбом группы Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, темная сторона Луны. Вы можете увидеть, как солнечные лучи освещают Землю, Луну и смоделировать затмение. Чтобы наглядно изучить фазы Луны и увидеть затмение, вам необходимо оснастить устройство фонариком. А это значит, потребуется некоторая модернизация устройства. Я всего лишь показываю идею. Мне это нужно было для того, чтобы отснять видео. На самом деле, все можно сделать очень красиво и круто. Продолжая варианты модернизации, на ум приходит идея моторизации. Можно легко подключить мотор. Но это нужно делать через редуктор. Лучшим вариантом для этой цели будет червячный редуктор от бульдозера LEGO 42163. Или можно поэкспериментировать шестеренками. Вот объяснение, почему одна опора установлена как-то иначе, чем другие. По моему мнению, это сделано для того, чтобы было легче моторизировать комплект и не зацеплять балку рукой при механическом приводе. Если говорить о недостатках, то у этого набора их почти нет. Конечно, неустойчивость к конструкции при использовании механического привода может доставить неудобства. Поэтому приходится помогать второй рукой. Кроме того, конструктор LEGO засунул в набор ненужные детали. Я так и не понял, для чего они? Вероятно, они предназначены для будущих альтернативных моделей, о которых мы скоро узнаем. Но это все мелочи. Самая большая ошибка в этом наборе были наклейки фаз Луны. Вероятно, дизайнер этого набора был плохим учеником по астрономии. Эти наклейки не подходят для жителей планеты Земля, которые живут в северном полушарии. По идее, нужно было бы сделать два набора наклеек для жителей, живущих в разных полушариях нашей планеты. По сравнению с размерами тачек среднего диаметра, Телурии выглядит впечатляюще. А вот, как он выглядит по сравнению с моделями космической серии, которые вышли в 2024 году. У каждой из этих моделей есть свои преимущества и недостатки. Лично я собрал всю весеннюю космическую коллекцию, и вы можете увидеть обзоры этих замечательных наборов на моем канале в плейлистах. В целом, мне понравился этот набор Леготехник 402-179 «Планета Земля и Луна на орбите». Его действительно весело и интересно собирать. Это отличная модель, которая имеет такие сложные механизмы и полезна для изучения астрономии. Спасибо за просмотр видео, спасибо за лайки. Прошу вас написать любой комментарий и подписаться на мой канал. Здесь вы узнаете много интересного. Увидимся в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok